Привет, друзья. Это я снова. Каждое видео одинаковое начинается, по-моему, последнее, да? Ну что, вчера я видео выкладывала, как мы попали-то. Не вчера, позавчера, по-моему. А с машиной я ехала, остановилась посреди дороги, пробка. Одностороннее движение. Ну как, туда-сюда машина. Кончился бензин. За этим, в основном, слежу я. Ну, понадеялась на Сашку, но он не залил вовремя. Он дотянул до того, что мы не доехали. В итоге мы ее толкали. До бензоколонки мы ее не дотолкали, до поворота. Я показывала, пробка какая была. Он сбегал, налил в канистры или как это, да? Бензин. Видимо, из-за того, что мы ее толкали, или по какой причине, она опять перестала заводиться, из-за того, что сел аккумулятор. Вон, мы остановили ближайшую машину. Добрый человек. Разрешил мне. Я не тебе. А, сейчас не. Прикурить. И, естественно, в этот день мы никуда не успели, никуда не попали. Я перенесла запись на другой день. На завтра. Получается. Так что, завтра мы все-таки поедем к врачу. Надо обязательно съездить, надо попасть. Потому что врач идет, если в отпуск, то тогда вообще. Так что, приключения были еще те, отморозила ногу, руку. Ну, не только я, потому что и Сашка тоже, а он-то еще и приболел. Мы домой приехали, я, конечно, там сразу приняла какие-то меры. А чтоб его это лекарство, все дела. Потому что погода и холодно, и, естественно, снега много, а мы все это пешком и бегом. И все это все мокрые, все холодные. Вот он, чепурашка. Да, Заня? Да, ребят. Я про вчерашний. Такой день веселый-то был. Так что намучились мы вчера. Но ничего. И вместе мы сила. Со всем справимся. Да, Зай? Да. Вот, у меня вчера уже, кажется, получил жюри. Но я отходчивая. Да, Зай? Да. Весело с тобой. Да. Ну, ты обхохочешься. Соседей попросить надо. Мы доедем до этого колонны? Саша, ну я все фиксирую. Все фиксирую. Не дай бог. Не дай бог. Я теперь телефон вообще выключать не буду, когда я из дома выхожу. Вообще не буду. Вот когда память совсем сядет, не буду выключать телефон. Все фиксировать надо. Правильно? Конечно, правильно. Не, мы такие, жизнь такая. Дура. Сначала на бензоколонку, да? Угу. Минус 11. Зараза, холодно. Я люблю зиму. Не, серьезно, каждый раз говорю, но на самом деле зиму, холод, я легче переношу, чем жару, лето. Я не знаю почему. Да, мне зимой тяжело. Саша, на бензоколонку давай сначала. Оттуда, чтобы не ветлять потом, туда-обратно и сразу в школу. Да. Да. Хотя зимой мне тяжелее. Это тяжело, потому что у меня проблемы с руками зимой. Это все. И в принципе, я им, ну, последние лет, цать. Мерзлявый я, Саша. Да не вижу. Да что ж такое. Да правда, как это. Вчера, сегодня, я не знаю. То, что я все время говорю, я как-то... Кстати, да, скажи еще чего-нибудь, то скажешь, что опять тебе рот взбекает. Конечно. Не даешь прям раскрыть все. Ну давай раскрыть. Душу не даешь раскрыть. Ну давай. Что тебе давай? Говори, что-нибудь. Ну так вот и вся жизнь у меня сладкая какая. Ну, из него, знаете, оратор тот еще. Да не дает мне вообще ничего сказать. Вообще все глушит и все, как заглушка. Глуши-то все. Правильно, лучше молчи. Еще взгляд такой красивый, нежный. Да, надо глаза. Я несколько... Кстати, у меня с глазами все в порядке? Не красные? Нет. Ну, слава богу. С глазами-то я мучилась не неделю больше. Это была вирусная инфекция, которая дала воспаление на глаза. У меня зрение и так не очень хорошее, плохое. Вот, и когда какие-то проблемы еще вот такие, то это вообще я ничего не вижу, в принципе. От этого начинает еще голова болеть. Но люди со слабым зрением меня поймут, что такое, когда больные глаза и еще и плохо видишь. Вот, и почему такое воспаление было на глазах, помимо вирусной инфекции, еще наложилось сосудов. Ну, короче. Так что, друзья, не затягивайте. Малейшие что? Сразу к врачу. И не просто к врачу, а к какому-нибудь хорошему врачу. Где бы такого найти еще. Ну, знаете, не в любом случае затягивать нельзя. Самолечением можно позаниматься день-два. Если вы знаете, что, как лечить, в принципе, почему бы нет. Но если не помогает, то все-таки нужен специалист. Я вот глазами затянула. Да я, в принципе, затягиваю до последнего. Но вам это так не надо. Вы чуть что сразу, пожалуйста, меропринимайте, берегите себя обязательно. Друзья мои, здоровье очень важно. Ну, не только здоровье. Здесь все важно, конечно. Да. Что-то я это серьезно какая-то. Что-то сегодня. Это я все... Я еще в стрессе. Вы, внимание, не обращайте. Я как стрессанула неделю назад, так до сих пор себя прийти не могу. Зая, скажи что-нибудь. Тишина. Ну, когда за рулем, он, в принципе, не разговаривает. А я-то по вам скучаю. Мне-то без вас плохо. Естественно, я это говорю, говорю. А вы ничего не спешите. У нас с вами будет это... Ну, не одностороннее. Как это правильно сказать? Ну, короче, пообщаемся. Я не знаю, как это сказать. На бензоколонку мы. Буду контролировать. А то что у тебя телефон взял? Ну, что-то я, блин, фикозное. Я думал, что он что-то перемутал. У меня он сдал. О, как. Надо у тебя один телефон взять. Или карту памяти мне. Мой. О, мой старенький любимый телефончик вставить. Ты его прям уже замучила. Честное слово. Оттуда вот так и туда. Да, больше мне маршрут не говорили. Да. Я вообще такая. Смотри, вот такая. И не трампу. Да, снега намело. Погода. Гадость. Я не знаю. Смотрели, блин. Дед Мороз еще стоит. Смотри, не убрали. Деда Мороза с елкой еще не убрали. Зачем? Дина, февраль. Действительно, зачем? Когда через полгода, в принципе, заново можно сдать. Красиво. Сейчас зая зальет бензин. Ну да. Побольше залей. Да? Да. Да. У меня ухи замерли. Я вчера ухи... Ухи, уши. Господи. Саму бесит, когда выковеркиваешь слова. Но это бывает непроизвольно, когда быстро говоришь. Или... О, у меня по жизни чуть. Заморозила еще и уши. Да. Вчера пришла, а не как у чебурашки. Такие лопухи такие. Ну ничего. Оттаяли. Ушки. Ушки на макушке. Вообще, говорят, к выходным будет ноль. Угу. Вот я и говорила. Поплывем с вами. Все это растает, а мы с вами будем плыть. Намело-то намело вчера. Санька опять что-то хромает. С ногой у него тоже. И у меня с ногой что-то, и у него с ногой что-то. Опять я это... Не будем о грустном снова. Давайте о хорошем. Короче, все будет чики-пуки. Пуки-чики. Ну что, залилось? Залилось, но это мало. Может, еще залить? Залей, пока не уехали. А когда это и будешь? Что, каждый день что-ли на бензоколонку? Нам еще завтра ехать. Угу. Есть, тетеньки? Ой. То, что бак был под ноль. А каждый час не будешь на бензоколонку жить? Да что ж такое, ездить. А нам завтра туда. Навигатор пишет минут сорок. Пензен подорожал, или он был? Ай, нет, подорожал. Да и че он там упал уже. Упал уже. Если вы меня смотрите из каких там городов других, да, то напишите у вас бензин сколько стоит. Потому что он поднялся, да. Бензин подорожал. Сашка говорит, что это еще по-божески, шли терпимо. Не знаю, да. С этими ценами, конечно, такое себе. Но мы с вами прорвемся, друзья. Все. Будет хорошо. Меня бесит его, вот эта мелодия, которую он включает. А его бесит то, что у меня. У меня вообще мелодия такая дебильная. Там ржет кто-то все время. СМС-ка приходит, там нездоровый смех из телефона. Люди на меня так смотрят в очереди. Ну, типа, нам не все равно. Пускай смотрят. Это нам? Нет? Нет. Не могу. Я сейчас прям они задом сдают, вот по этим сугробам. все время боюсь, что зацепят. Чехарда мерзнет. Белка наша, ну, Микки. На ночь я его одеваю. Представляете, вроде волосатый, вроде этот, такой комок шерстый. А замерзает. Ночью. Прям прыгает на кровать, чтобы где-то, куда-то между, согреться. так что ковтеночку поддеваю ему. Всем хорошего настроения. Всего самого-самого-самого лучшего, друзья. Все будет хорошо. Все будет отлично. Всех крепко обнимаю. Всем удачи. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok